День добрый, уважаемые зрители и подписчики, с вами Евгений, канал The Display. Это продолжение квестов магов и, как говорится, последняя книга Шиагорада. Посмотрим, что это такое. Посох Вечного Скампа, Вабаджек, Гамбаджил и прочие прелести жизни. Так, Шалидор, что-то хочешь мне сказать? И вновь приветствую тебя на островах, Адепт. Мы должны были быть осторожны. Это область царства Шиагорада, темна и чудовищна. Здравствуй, Шалидор. Ты знаешь, с чем нам предстоит столкнуться? Не могу сказать наверняка. Я никогда не был в этой части дрожащих островов. Но на кону последняя книга. А значит, нас ждет что-то действительно... Интересное. Веласт уже настордалась. Ты прав, с Веластой что-то не то. Да, я об этом и говорю. Она работала днями и ночами. Эти книги определенно несут печать темного разума Шиагорада. И он оставил отпечаток на разуме Веласты. И я думаю, нам нужно... Погоди-ка. Чувствуешь? Что чувствую? Ого, привет-привет-привет-привет. Будь ты проклят, безумный бог. Смотри, чтоб я не пришел. Ой, как милые броняцы. Как же это приятно. И его выгоняют. Остались мы вдвоем? Ну почему вдвоем? Я и мой... Мой зоопарк. Почему вдвоем? Сразу. Не вдвоем. Не вдвоем, абсолютно не вдвоем. Давай, что ты мне расскажешь интересного. Так, ну давай, в общем, без прелюдий. Не взоб ногой, или рукой, или другими конечностями. Но не волнуйся. Я привел тебя сюда, потому что наблюдал с тобой. Ты слишком усердно работаешь. Тебе нужен небольшой отпуск. Че? А. Именно. Это мое шато. Поместье моей семьи. Оно переходит от меня ко мне и так далее. Этому тебе здесь понравится. Или нет. Или одно из двух. Короче, задолбал. Давай, с чего начнем? В конце дороги, что позади меня, есть дом для гостей. Но вот незадача. Все три комнаты уже заняты. Честно говоря, эти гости тут уже засиделись. Как минимум один из них. Пора я честь знать. Можешь оказать мне условия? Прогони нежеланного гостя. В чем подвох? Подвох? О, каш, ты недоверчива. Если бы был подвох, я бы сказал, что двое из моих гостей убийцы-людоеды. Хочешь совет? Если кто-то попытается тебя убить, убей его в ответ. Буду иметь в виду. И помните, пытайся расслабиться. На самом деле, очень интересный совет. Я бы, наверное, поступил следующим образом. Сначала убей, потом задавай вопрос. Тем более в этом мире, где магии, где нет нормального соскного агентства. Просто-напросто убей. И через некоторое время ты станешь героем. Хороший домик для гостей. Представляй, какие будут... Дверь. Тебе здесь нравится? Да. Хотя нет. Хозяин опять играет в свои игры. То есть я хотел сказать, разыгрывая сценарии? Мне нравятся его сценарии. Они такие желтые на вкус. Мне нужно выгнать одного из гостей Шагарата. Того, кому здесь не место. Да, выгони меня. Сейчас же открывай дверь. А не то, я сдеру твое лицо и надеру ее как маску. Я прогрызу дерево между нами. Вырву твою сочную гладку своими собственными зубами. Так, подождите. Что-то здесь не то. Что-то здесь не то. Есть там кто? Я тебя слышу. Слышу твои шаги. Тебе здесь нравится? Нет, совершенно нет. Вокруг меня носят разные вещи. Мне нужно выгнать одного из гостей Шагарата. Там у кого здесь не место. Ой, прошу тебя, не выгоняй меня. Если не обращать внимания на шум, то здесь даже довольно мило. Ты не разглядишь поэзию моей души через закрытую дверь. Ты не сможешь взглянуть мне в глаза и понять, что мой разум принадлежит мне одной. Ты не увидишь силы в моей истины. Так, интересно. Так. Тебе здесь нравится? Вообще да. Здесь довольно приятно. Есть пара странноватых вещей, но в целом... Слушай, ты прислуга или нет? Мне нужно выгнать одного из гостей Шагарата. Того, кому здесь не место. Кто? Даже не думай. Пора будешь меня выгнать, и мои адвокаты затаскать я по судам Алинора. Мы вытрясем из тебя все золото, что ты заработала за всю свою жизнь. И все золото, что заработают твои потомки. А я пойду. А я пойду. Ох ты, какой хороший портал там был, оказывается. Я, конечно, не знаю, того ли я гостя выгнал. Но адвокату вроде как здесь не место. Давненько мы не понимали гостей. Тебе бы понравился мой дядюшка Лео. Он был приятный собеседник. Вот только жут и сердцеед. В прямом смысле. Сожжет на ужин сердце очередной подружки и весь вечер отрыжкой мается. Омерзительная привычка. Я выгнал твоего гостя. Что дальше? Так, давай посмотрим. Теперь, когда у тебя есть где жить, пришло время показать тебе наш сад. У нас в шато есть прекрасный лабиринт. Ты просто обязана его видеть. То есть мне нужно выбраться с лабиринта? Зачем? Почему тебе постоянно нужен повод? Эх, смертный смертный. Без повода. Палец о палец не ударить. Например, людям нравится думать, что тени бегут от света. И я же считаю, что без света не было бы и теней. Значит, в лабиринте будет темно? Прекрасно. Ты поняла, Намика? Я знаю, что чем больше люди проводятся в новой времени, тем больше они разделяют мой образ мысли. Да, там довольно темно. Почему бы тебе по пути не зажечь несколько жаровин? Это для уют. Как скажешь. Зажечь жаровни. Прекрасно. 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 Чертовски прекрасно. Интересно, что кушу-таки прохождение на записи. Остановил запись. Пошел себе кефирчик налил, провел запись. Огонь. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Так, вот только пауков мне тут не хватало еще. А вот как проходить эти мероприятия тем, у кого боязнь и рахнофобии? Это вот мне всегда, если честно, поражало. Насколько здесь порой весьма мерзопакостные локации? Значит, находник Вервольфа, что ли? Ой-ой-ой. Доблокировался, в общем-то, урона. Стамина входа кончилась. Надо все-таки аккуратно с этим. Какую леди Вейрест? Вы о чем, господа? Мне надо никого посылать за мной. Я бы попросил. Это очень грустно звучит. Максимально, причем грустно. Вот и нет, товарищ. Вот и нет, товарищи. Вот и нет, товарищи. Кстати, надо оглядываться в разные стороны. А то вдруг реально кто-то пошлет. Вот это будет прям мега неприятная вещь. Да, конечно, забирать муку из царства Шеггарата то еще безумие, но тем не менее. Ну что, как тебе? Какая тебе часть понравилась больше всего? Нет, не отвечай. Я и так все вижу по твоему выражению лица. Я справилась. Что дальше? Не грузи меня. Какая самоуверенность, бахвальство, сообразительность. Мне это нравится. Последнее место, которое тебе предстоит пустить, это наш скромный маленький особняк. Он прямо за моей спиной. То есть это особняк? Я хочу познакомить тебя с моей семьей. Ах, мы делим столько воспоминаний. Например, тот случай со Скалипелем. А, все эти семейные обеды. И, конечно, ты поиграешь с семейными реликвиями. Реликвиями? Ну да. У нас даже есть старости, шок о них. Хм. Четыре огня построены в ряд. Коснись одного, и его все узрят. Нет, не так. Попробуем еще раз. Четыре огня в корыте горят. Коснись одного, и его усмирят. Да, надо запомнить. Рад за тебя, но я боюсь, что я не запомню. Ну, кстати говоря, особняка выглядит как-то так себе. Домик для гостей был, конечно, повпечатлительней. Реально. Хотя он может быть внутри безмерным. Хороша семейка. Сразу встречают. Прям. Не дай просраться, что называется. Тихи плохие солны. Шиогораф. Фамилия. Как ты не можешь вернуться сюда? Я не могу спросить. Похоже, не все, что под твоим контролем. Не, конечно. Не, конечно. Душа дает, конечно, звучит очень неприятно. Но, видимо, все, кто поддался его уговорам, поддался его соблазнению и не выдержал просто-напросто его давление. Да, очень на это похоже. А вот и, собственно, их скелеты. Если что. Они никогда не останавливаются. Слушайте, а интересно так весьма блокировать-то. На самом-то деле. Атаки. Я очень-очень редко этим увлекался. Именно блокированием. Вообще неплохо. Так как бы блокировать, да прерывать. Так. Здравствуйте. Зажечь все реликвии. Ооо, сколько же здесь товарищей там. Так, ну так понимаю, надо... Ага. Куда же дико? Красота, да. Очень интересная головоломка. Я не понял, как я верю, что... У вас здесь не прекрасно? Это самая красивая часть шато. Теперь ты понимаешь, почему столько лет здесь прожил. Да, здесь красиво. Можно... Книгу не даст, кстати. Он же жопа. Шато хищный грызунов. Стоило? Да, стоило бы. Прежде чем я дам тебе последнюю книгу, и прежде чем вы с Шалли получите награду за все труды, ты познакомишься с еще одним членом моей семьи. Позволь мне рассказать историю старого дядюшки Лео. Давай. А-а-а, ты нравишься мне все больше и больше, смертная. Итак, в свое время дядюшка Лео был известным дамским угодником. У него была любовница в каждом городе, от Виндхелема до Стормхолда. Но годы взяли свое, его красота стала меркнуть, и ему стало сложнее заниматься сексом. Прикольно, с этой игрой, решил вопрос о проживании в каждом городе, даже за гостиницу платить не надо. Верно. Да, мы перестали уделять внимание Лео так, как раньше, и это начало сводить его с ума. И то, что ты ему, так сказать, пожелал, я предложил ему сделку. Я возвращаю ему его красоту и молодость, а он взамен обещает мне не спать с одной девушкой больше одного раза. Ничего сложного. Он с радостью согласился. Хе-хе-хе. А через несколько лет он встретил Мьел. И влюбился. Дайте сыру умному зла крыса. Именно так. Лео не смог уставить перед ней. Думал, если они поженятся, он не нарушит условия сделки. Но нет. В их первую брачную ночь его тело растаяло, как воск. Он стал моим личным атронахом. И что сейчас? Сейчас его единственные подружки это крысы. Фу, мерзость. Дядюшка Лео, ну давай. Без проблем. Спальня хозяин. Дядюшка Лео. Да. Я бы так сказал, весьма интересная шея гора там приблудна. Не тема. Заключать подобные договора это, знаете, весьма, так сказать, чревато. Хватит еще живой, да, моя. Что-то... Так, понятно. Так, погоди, да, сейчас кто тут... Книжные полки. Вот, видите, как столярное дело изучилось сразу же. Мастер столер. У меня в одно из... Подобных посещений. И за книжкой у себя прокачал какой-то из навыков. И меня аж прям понесло, чем все оставшиеся. Давай, Шагарат. Всегда грустно смотреть, как умирает хороший человек. Но смерть Лео... Вот это было весело. Я побывал во всех уголках твоего Шепито. Можно забрать книгу? Я мог бы заставить тебя сражаться с Нарфалом в открытом океане. Я мог бы заставить тебя бегать от разъяренных рогнянских наложниц. Я не буду этого делать. Книга твоя. Он в нас влюбился. Читать, конечно же, будет Виласта, за свидетельство ей моё почтение. Да, и передай, что это последнюю книгу читать нужно особенно внимательно. Я переживаю за Виласта, на самом-то деле. Я на самом деле за Виласта переживаю, что, скорее всего, у неё будут очень большие проблемки. На самом-то деле. Ты вернулась? Книга у тебя? Да. У тебя получилось. Теперь, когда последняя книга у нас, мне нужно подробно изучать все серии. И мы сможем найти остров Шалидор. Вот как красиво называется, да? Ошельник дядюшки Лео. И при этом не является никаким сетом, например, сетом Шалидора, сетом Айвея. Ну, как так-то. Пожелай мне удачи, подруга. На этот раз она мне понадобится. Теперь ты выглядишь получше, Виласта. Да, Дэм. Я быстро пришла в себя после твоего ухода. Но я до сих пор чувствую усталость. Исследования книг, которые ты достала, они отняли у меня слишком много сил. Ты это уже говорила, что это значит? Эти книги – лабиринты из слов. У них есть наслоение разных смыслов и бесконечных направлений для исследований. Он ставил туда столько отсылок, что для их понимания необходимы глубочайшие познания в истории. Все это очень выматывает. Ты как будто нервничаешь, когда говоришь об этой следующей книге. Я просто немного устала. Не волнуйся, Дэм. Я готова к испытанию. Ведь на самом деле я одна из немногих в том реле, кто способен решить эту загадку. Все получится. Вот и видишь. Не сомневаюсь, на самом деле, что все получится. Абсолютно не сомневаюсь. Самое, знаете, что забавно. А, он то на улице стоит, то внутри. Не угадаешь. Ну что, Архимаг Шолидор. Отличные новости. Какие новости? Виласта закончила исследование книг. Мы готовы вернуть мой остров. И где я могу ее найти? Она готовит место для ритуала в одлинировке, что в Марке Смерти. Да, мы встретимся, адепт. Осталось совсем немного. Архимаг Шолидор, ты прям в восторге? Конечно. Это, что мы работали за все время. Выслушивая насмешки, оскорбления и плоские шутки Шиагората. Атош, Атош, Атош. Ну, давайте. Почему в принципе и нет. Вот, мне квесты магов на самом деле нравятся гораздо больше, чем то, что я делал. Квесты псиджиков. Потому что квесты псиджиков это, чтобы вы понимали, это настолько долгое и муторное занятие, что трындец там 10, 9 где-то примерно квестов. 8, 8-9. И ты как сумасшедший бегаешь по всей карте просто. И ладно бы, ты прибегал и тебе хотя бы показывали, куда тебе нужно внутри бежать, какими-то направлениями. Это, видимо, были задатки перед лоцированием, потому что сделано было мега-мега через одно место все. Ну, в общем, мне вот именно самый-сам, сами квесты псиджиков, этот текст понравился. Но вот то, что меня заставляли как бегать туда-сюда, это мне вообще ни разу не понравилось. Не впечатлилось, что называется. Ого! Ого, как интересно. Адепт. Стало быть, что ли... Ну, ладно, как бы опять, да. Мы готовы к обезьянему Рому из масла. Веластер, ты выглядишь все хуже. Я книги высасывает. Вы исполните ритуал. Ха-ха. Исполните. Как танцующий карлик. Да, ее шагарат потихонечку начинают все подчинять. Сосредоточься на задаче. Как видишь, я подготовила место для проведения ритуала. Вот книги. Возьми их и помести их в столбы света в разных концах зала. Я не стал бы сфокусировать силу книг для Архимага. Окей. Совсем скоро я смогу отдохнуть адепту. Я закончил работу лишь благодаря Шалидору. Его энтузиазм и энергия передавали мне силу в этом трудном испытании. Ты выглядишь даже хуже, чем в прошлый раз. Да, брось, адепт. Все со мной будет в порядке. Что-то мне такое чувство подсказывает, что Веласту я вижу в последний раз. Но что с ней будет и найдем ли мы остров Айуэя в следующий раз. С вами был Евгений, канал TheFacePlay. И это уэсты гильдии магов.